Контрольная закупка. Активисты всекрымского общественного движения «Стоп. Цена» проверили стоимость продукта в супермаркетах столицы. Магазины с завышенными ценами активисты пометили красными наклейками. Где появились такие стикеры, расскажут наши журналисты. Проверили и неприятно удивились. Торговля по завышенным ценам оказалась нередкостью в столичных супермаркетах. А стоимость товаров в магазинах меняется почти каждую неделю. Яркий пример – первая точка проверки. Центральный супермаркет на улице Кирова. Средняя цена на прошлой неделе в городе Симферополе на масло растительное была по магазинам 41,85. Сегодня цены вы на полулитровые видите. Масло – это развитая сеть магазинов по городу Симферополя, где очень много покупают. И цены на это масло вы видите, что оно на порядок не на 20, а на 40 выше, чем то, что у нас указано в динамике. Завышенные цены в некоторых магазинах существенно бьют по карманам крымчан. Особенно страдают пенсионеры. Цены, конечно, отшибают. Я все время, чтобы сообразить, какая цена нормальная или нет, перевожу в гривны. Но это часто обычно все старые люди так делают. Но если переведешь в гривны, то опять-таки никакого соответствия с прежними целями. Общественное движение «Стоп-цена» появилась недавно. Его цель – остановить необоснованный рост цен на продукты и выявить нечистых на руку предпринимателей. По распоряжению крымского правительства наценка на социально значимые товары не должна превышать 10%. Наценка сумасшедшая, просто сумасшедшая. Здесь вопрос. Либо чиновники дают недостоверную информацию, подают в Министерство экономики по тем ценам, которые есть в магазинах. Либо действительно каждую неделю мы наблюдаем рост цен в магазинах. Вот мы и будем это отслеживать, помогая чиновникам работать. Ну и, конечно, помогая нашим крымчанам экономить каждый рубль. После контрольной закупки активисты отнесли заявление и чеки в прокуратуру с просьбой расследовать необоснованное повышение цен. Подобные рейды пройдут по всему Крыму. В городах и районах уже созданы инициативные группы. Через социальные сети к ним могут присоединиться крымчане и гости полуострова.